Доброго времени суток! Вы на просторах игрового канала Itchy Games. Меня зовут Антон, или же просто Itchy, и сегодня мы продолжим читать визуальную новеллу «Бесконечное лето». И небольшая ремарочка для тех, кто не смотрел мой последний подкаст. Я таки в новелле буду вынужден некоторые сценки посильнее подцензуривать, чем предполагал. Видимо, прикрытия просто ленточками будет недостаточно. И дело даже не в том, что YouTube может прикопаться, поставить возрастное ограничение на видео, либо и вовсе дать мне предупреждение по нарушению правил сообщества внезапно. Дело еще и в том, что в России, в общем-то, не то вышел, не то выходит новый закон о хентай, приравнивающий весь вообще без разбора хентай к детской педофилии. И, соответственно, может меня в данном случае выставить как распространителя подобного рода видео. Хотя тут ничего такого особого и не будет. Что интересно, если персонажи взрослые, их не волнует, они не разбираются в поджанрах хентая, лоликон, не лоликон, там еще что-то, не еще что-то. То есть тупо весь хентай, детская педофилия. Логика, зашибись. Ну да ладно, хрен с ним, в любом случае я не хочу рисковать. За это такие грозит, пусть может даже и не реально уголовный срок, хотя могут и реальный впаять. Но даже условный мне он ни к чему совершенно, сами понимаете. Я не хочу рисковать. Прецедент уже как бы был. Одного человека осудили за то, что выложил там 5 хентайных видео ВКонтакте. При этом, что ВКонтакте полным-полно хентайных роликов. Огреб один человек, а остальное как висело, так и висит. Ну, в общем, все как обычно, все через жопу. Короче, нет слов, одни междометия и те матерные. Поэтому хрен с ним, продолжаем читать. В общем, я надеюсь, вы поймете, почему, что и как. В общем, куда мир катится, я хреневаю. Ладно, пока все равно в столовую идти рано. Да, кстати, это уже второй раз, когда я записываю данную серию. У меня было рубануло электричество. Но благо, вот стоит беспребойник. Но я думаю, уже все, ком придется вырубать. Думал, сейчас электрики опять начнут что-то там возиться. Это часов до трех, до четырех они бы работали. А то и в пятом числу только бы закончили работать тогда. И сами понимаете, что в такие дни, когда они возятся, я вообще не могу никакое видео выложить. Элементарно, хотя бы потому, что я не могу даже снять. У меня сейчас на данный момент предзаписанных роликов нету, как бы. Вот, и тем более обработанных. Чтобы хотя бы вечером поставить, уже загрузить. Да и неохота мне сидеть до двух, до трех ночи, пока загрузится ролик с моим интернетом. Если я буду вечером встать грузить, то, скорее всего, в этом районе оно загрузится. Вот, так что имейте в виду, что в последнее время я, бывает, не только выкладываю ролики, не потому что... Тьфу ты. Все, заговариваюсь. Я еще отпишу это с утра, недавно только встал. Так вот, я, бывает, не выкладываю видео в какой-то из дней. Не только потому, что я решил отдохнуть. Но, бывает, еще и вынуждено, потому что электрики решили, вместо того, чтобы возиться летом и нормально по теплу все поделать, они, блин, вместо этого вот сейчас зимой решили там столбы что-то поменять, провода где-то, в общем, пиндык-то и только. Ладно, все, идем в кружки. Мы собираем, насколько я помню, обходной лист, все дела. Я направился к зданию кружков. По правде говоря, мне никогда особенно не нравилась общественная работа. В школе я всегда под любым предлогом пропускал субботники. В институте не было ни малейшего желания... Блин. Ни малейшего желания вступать в студенческий совет. Меня не интересовали секции бокса, авиамоделирование или кройки и шития. Так что сюда я пришел лишь с целью отметиться. Внутри никого не оказалось. Я словно оказался в берлоге юного робототехника. Повсюду валялись провода, нехитрые платы, микросхемы, на столе стоял осциллограф. Из соседнего помещения послышались голоса. И через секунду в комнату вошли двое пионеров. В одном я узнал электроника, второй же мне был не знаком. Но он, зараза, очень похож на Шурика из советских фильмов. Операция и другие приключения Шурика. Кавказская пленница. А я Тамара, нет ты дура. Или ну и дура. В общем, в каком-то из советских фильмов это было. Вот, когда спрашивали в 12 ночи, как пройти в библиотеку, я уж не понял. Но, по-моему, в операции это было. В общем, вы поняли, да? Я подумал, что это тот Шурик, и он очень на него похож. Только шов пионеров. Привет, Семен. А мы тебя ждали. Кажется, он знает все и обо всех. А чего вы меня ждали? Ну как же, ты пришел в наш клуб кибернетиков записываться, так? Он не дал мне ответить. Знакомься, это Шурик. Он у нас главный. Ага, еще это, походу, в действительности тот Шурик, о котором я подумал. А вас в клубе этом только двое, я так полагаю. Ну, можешь считать, что уже трое. Мы, электроник, ты вот мне вот этим уже и не нравишься. Элементарно. Мы не согласились, а ты уже записываешь. Ну, пиндык. Шурик подошел ко мне и уверенно протянул руку. Его лицо почему-то казалось знакомым. Добро? Пожалуй. Ну да, тот Шурик, вот его знаменитое движение, как бы. Пальцы он вот так вот растопыривал и очки поправлял на переносице. Все понятно, это тот самый. Угу. Давай я тебе тут все покажу. Ты не стесняйся, располагайся. Да нет, ребята, я вообще-то... Всегда рады новым членам. Он сказал это так, что в голове у меня невольно заиграл гимн Советского Союза. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру Кровь из ушей у вас потекла. Удивительно, но я еще помнил слова. В первом классе у меня была тетрадка с текстом гимна на обратной стороне. Парень, ты определенно родился где-то в 80-е, я чувствую. Да нет, мне бы просто обходной лист подписать. Так ты к нам запишись, а мы тебе его подпишем. Он хитро улыбнулся. Я уже подготовился к длинному и нудному разговору. Как вдруг в комнату кто-то вошел. Славя яйц... Ну в смысле славя. Славя яйц. Все, я упоролся. А еще трипл комбо. Блондин, блондинка, блондин. Ам, да. Я обернулся и увидел Славю. А, Семен! Надеюсь, они тебя тут не достают? Она строго посмотрела на будущих светил отечественного роботостроения. А то я их знаю. Они могут. Да, понимаешь. На самом деле, мне бы просто обходной подписать. Я решил воспользоваться ситуацией. Так, это не проблема. Давай сюда. Славя взяла листок и подошла к Шурику. Подписывай! Ну, подожди. Мы еще не закончили. Закончили. Подписывай! Она посмотрела на него так, что возражать Шурик не решился. Он поставил свою закорючку. И я, поблагодарив Славю, с чистой совестью направился дальше. А, ну давайте пойдем вот сюда, например. Что это? А, музыкальный клуб. Небольшое одноэтажное здание. Располагался поодаль от остальных построек лагеря. Блин, красота какая, а? Мне нравится очень. Не раздумывая, я открыл дверь и вошел. А постучать? Внутри меня встретил настоящий оркестр. Барабаны, гитары и даже рояль. Некоторое время я внимательно изучал музыкальные инструменты. Хотелось понять, из какого они примерно временного периода. Но неожиданно под роялем послышалось копошение. Начнем с того, что по временному периоду это уже похоже на электрогитару. Значит, ориентировочно это, опять-таки, учитывая, что у нас вроде как Советский Союз, электрогитары у нас начали появляться примерно в, опять-таки, 80-х годах. Насколько я помню, ближе к концу 80-х, я бы даже так сказал. Потому что примерно тогда у нас начали появляться такие группы, как, не знаю, ну тот же, насколько я помню, сектор ГАЗа. Где-то тогда зарождался, если я ничего не путаю. Ария, Кипелов, там, Маврин, все вот это вот. В принципе, ну и много кто еще. То есть ориентировочно конец 80-х, вот реально уже все это начал конкретно развиваться. Вот так вот. Могу примерно со сроком ошибаться, поэтому я и говорю, примерно конец 80-х. Поскольку я не знаток в этой области, просто отчасти знаю, что-то. Да. Ту-ду-ду. Девочка, кажется, что-то ищет. Она стояла на четвереньках в такой пикантной позе, что я не сразу решился начать разговор. Простите. Какая мелодия интересная, кстати. А? Кто здесь? Упс, стукнулась, да? Она попыталась скачать, но дничья рояля стала для нее непреодолимой преградой. Ай! С трудом, но девочка все же выбралась. И, черт возьми, я не смотрел вокалоидов, но я знаю, что это Мику и оттуда. Во всяком случае, явно прототип брался. Хотя, насколько я знаю, в русском сообществе ее еще называют почему-то Маша. Хотя, тут она зовет себя Мику. Да, я немножечко в курсе все-таки персонажей. Извини, что напугал. Да ничего, вижу, у тебя обходной. Новенький, значит? Ааа, да. Меня Мику зовут. Нет, честно-честно, никто не верит, а меня правда так зовут. Просто у меня мама из Японии, папа с ней познакомился, когда строил там. Ну, то есть не строил, он у меня инженер. Короче, атомную станцию, или плотину, или мост, ну неважно. Она говорила с такой скоростью, что половину слов просто проглатывала. А я Семен. А я Томат. Реально это так выглядит со стороны для меня. Отлично, не хочешь к нам в клуб сцепить? Правда, я тут пока одна, но с собой нас будет двое. Ты на чем-нибудь играть умеешь? Уже в период моего отшельничества, я купил гитару и выучил пару аккордов, но потом выбросил, как и все, на что требовалось больше нескольких часов. Знаешь, я как-то не планировал особо. Да ладно тебе, я тебя научу играть. Хочешь на трубе, например, или на скрипке, я на всем умею, честно-честно. Спорить с девочкой-мультиинструменталистом бессмысленно, так как в ответ наверняка подследует еще одна пулеметная очередь из слов. Я подумаю, а пока не могла бы ты подписать. Да-да-да-да, конечно, давай, ты заходи и не стесняйся, я еще и пою хорошо. Послушаешь, как я пою японские народные песни. Ну или, если не нравится, может что-нибудь из современных шлягеров? Обязательно, а сейчас мне пора, извини. Конечно, приходи, депременно. Да-да-да, ой, а надо с тесняшки уже. А, однако. Окончание ее фразы скрылось за закрытой дверью. С одной стороны, неплохо вечерком посидеть, побринчать на гитаре, но в такой компании... Да ладно, Семен, чё ты в такой компании? Нормальная девчонка? Ну, очень-очень разговорчивая, гиперактивная девочка, мультиинструменталист, любит музыку, но вроде нормальная же, не? Я повернулся, собираюсь уходить, и столкнулся нос к носу с Алисой. Она недобро посмотрела на меня. Зачем пришел? Обходной. Подписал? Да. Свободен? Дала, блин, добро. Алиса вошла внутрь, а я поспешил покинуть это место. Так, ну чё? Пойдем в медпункт, например. И что я забыл в медпункте? Здоровье вроде не шалило, тем более местный свежий воздух явно пошел мне на пользу. Чувствовал я себя куда бодрее, чем обычно. Но раз надо, так надо. Я вошел. Ммм, какой интерес... Ребят, сейчас поймете, почему я начал угорать, хотя вы, возможно, и сами обратили внимание. КГ. Это. Пять. Автор. Жош. Сука. Да, стебанулись, стебанулись, ничего не скажешь. Да. Обычный медпункт. У нас в школе брил... Путы брил. У нас в школе был примерно такой же. Ага, со словами автора, Жош, пять, сука, да? Окей. Боу. На столом сидела женщина средних лет. И мужичка какая! Медсестра, да у вас еще и гетерохромия, я смотрю. Ваши разноцветные глаза, один почему-то красный, другой синий. Да, действительно, это гетерохромия. И как же вас зовут, интересно, мне уже. Очевидно, медсестра. Она пристально оценивающе посмотрела на меня и продолжила что-то писать. Ну, здравствуй, пионер, сказала медсестра, не отрываясь от своего занятия. Добрый день, мне бы вот... Ты присаживайся. Я глядел комнату. На кушеточку. Я сел. Раздевайся. Все это она говорила совершенно ровно. Блин, я ошибочно. Ей тон такой, да ладно, окей. Все это она говорила совершенно ровным тоном. Зачем? Смотреть тебя будем, слушать, здоровье проверять. Меня, кстати, Виолетта зовут. Но ты можешь звать меня просто Виолой. Она повернулась в мою сторону. Ну, чего сидишь? Раздевайся. Да и я не жаловалась ни на что. Мне бы вот... И я аккуратно протянул ей листок. Потом. Она сняла с шеи стетоскоп. И, кажется, намеревалась меня им препарировать. Ха-ха-ха. О-о-о-о, да. Но тут в дверь постучали. Мя сестра нехотя ответила. Входите. Моментально дверь распахнулась. И в комнату влетел электроник. Воу, воу. Мы только его видели, у него все было нормально. Здрасте. Я тут это... На футболе упал. Глупости, конечно. Я бы и так. Но меня Ольга Дмитриевна... У электроника под глазом красовался здоровенный фингал. Что-то я сомневаюсь, что такое можно заработать на футболе. Садись, сейчас посмотрим. Сказала она ему. А ты давай сюда свой обходной. Медсестра быстро подписала его и продолжила. Если что заболит, сразу ко мне, пионер. Я не стал ничего отвечать и вышел, закрыв за собой дверь. Медсестра здесь, конечно, еще там. И, ребят, на самом деле, я, пожалуй, закончу на этом данную серию. Она минут где-то на 25 вышла. Может на 30. Но, скорее всего, минут на 25. Вот. Навряд ли я сегодня просто еще буду снимать что-то, конечно. Так что вы уж извиняйте. Просто не уверен, что по времени получится. Сейчас у меня еще дядя должен будет уже вернуться с города. И, как бы, если будет телек смотреть, не хочу фоновые шумы, бульканье телевизора на заднем плане. Так что, надеюсь, опять-таки, вы поймете. Вот. Да и тем более, все равно у меня пока, что получается, таки только одно видео в день загружать, к сожалению. Не выходит в связи с обстоятельствами в реале загружать более одного, хотя бы два видео в день. Да и потом, в принципе, один ролик все-таки поболее просмотров набирает, чем когда я скидываю несколько видео. Видимо, не успеваете просматривать. Но это вполне логично. Вот. Ладно. Что же. Так или иначе, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и все такое прочее. В общем, вы и сами все прекрасно знаете. Делиться видео, вступать в группу ВКонтакте, подписываться на Google Plus страницу канала, чтобы тоже оперативно получать там новости о том, что вышло видео или еще что-то. В общем, сами все прекрасно знаете. Вот. С вами был Антон, или же просто Ичи. Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс. Бесконечное лето, все дела. И всех вам благ. Удачи. Пока. Пока.